По легенде, в учебное учреждение проникли пьяные хулиганы, которые напали на охранника. Сотрудница ЧОП не растерялась и вызвала на подмогу силовиков. С момента нажатия тревожной кнопки до приезда росгвардейцев проходит всего пара минут. Одна группа задержания вырывается в школу, другая оцепляет здание по периметру. Силовики в бронежилетах и касках скручивают подозреваемых, надевают на них наручники и отводят в патрульный автомобиль. По словам руководства Росгвардии, такие учения проводятся регулярно, особенно в преддверии начала учебного года. После тактических занятий действия силовиков разбирают и оценивают их работу. Все это потом анализируется, детально доводится до других, в том числе, сотрудников и тех, кто принимал сегодня участие, дабы избежать каких-то в будущем ошибок от других сотрудников. Ну и в целом, может быть, даже выручить какой-то более эффективный способ, метод противодействия или действию в той или иной ситуации. Во время таких учений проверяют не только слаженность действий росгвардейцев в экстренных ситуациях, но и работу сотрудников ЧОП. Тех, кто не выполняет требования безопасности, наказывают рублем. В истекшем году также был выявлен такой факт, что охранная организация осуществляла охранные услуги на объекте, не имея седьмого вида деятельности. В лицензии данная охранная организация была привлечена к административной ответственности. Было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Данной охранной организации пришлось расторгнуть договор на оказание охранных услуг, больше не оказывало. Для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году сотрудники Росгвардии обследовали больше тысячи школ. Они проверили техническое оснащение в зданиях и систему антитеррористической защиты. Кроме того, за нарушения штрафовали 14 частных охранных предприятий. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова